Равшан, здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Здравствуйте! Здравствуйте, взаимно! Да, напоминаю, что это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Напоминаю, что это код доступа и его второй час. И у нас в гостях Равшан Аскеров, один из знаменитейших, уже бывших игроков «Что, где, когда». Многократный обладатель хрустальной совы. Нет, не многократный, однократный. Но мне приятно, что сознание осталось многократным. Ну, слушайте, ну это лишняя звёздочка бывает. Я призываю подписываться на нас, распространять ссылки на это видео и ставить лайки. И пригласили мы Равшана в эфир, конечно, не по самой приятному поводу, потому что на Равшана возбудили уголовное дело за оправдание нацизма и за заведомую клевету, за пост следующего содержания. Цитирую. В России, в центре Москвы, у псевдоисторического музея стоит памятник мародёру со стажем. Убийца в погонах Г. К. Жуков был ещё и воришкой. Он увозил из Германии в значительных количествах мебель, произведения искусства, различное другое трофейное имущество для своего личного пользования. Так отмечено было вследствие по его делу. Вот такой он, пятикратный герой Советского Союза. Равшан, у меня первый вопрос. Когда вы уехали из России и почему? Ну, на самом деле мысль уехать в первый раз так серьёзно посетила меня в четырнадцатом году, когда произошла вот эта аннессия Крыма. Но, как вы понимаете, всегда человеку сложно совершить такой большой рывок. К тому времени уже семья, дети, какой-то быт, работа. Но и вот триггером таким стало закрытие социальных сетей уже в двадцать втором году, закрытие дождя, закрытие медузы, появление вот этих законов о фейках. И когда любая фраза может быть, как выяснилось, оказывается, действительно любая, может объявлена быть фейком и очередительством армии. И стало понятно, мне, например, стало понятно, что страна катится просто в Советский Союз. Я жил там, мне больше не хочется этого. И стало понятно, что, ну, как бы всё, эта шагриневая кожа возможностей и свобод, она заканчивает, она сжимается и ещё немного захлопнется всё. И когда было объявлено, что аэрофлот прекращает рейсы зарубежные, мне стало понятно, что нужно успеть на этот последний самолёт и покинуть страну. То есть это было нечто среднее между эвакуацией и бегством. Поэтому вот я не хотел оставаться в стране, где есть только одно мнение, есть только телевидение государственное, а любое другое мнение, оно карается, оно является преступным. Поэтому мне показалось, что правильно будет просто покинуть эту территорию. Вот как-то так. Это было 6 марта. Рошан, не сочтите, но я уточню. То есть для вас главным триггером была не сама война с Украиной, а всё то, что за ней последовало непосредственно в России. Нет, смотрите, война с Украиной началась в 2014 году. То есть и то, что происходило в Крыму, и то, что происходило на Тонбассе, это же тоже была война. И то, что выдаётся за так называемое народно-освободительное движение, никакого народно-освободительного движения нет. Есть конфликт с провоцированной Россией, поддерживаемой Россией, финансируемой Россией. Вот этот очаг напряжённости, и этот фронт практически был создан Россией в 2014 году, так он и есть. Практически война началась в 2014 году. Да, и первые мысли были тогда. Ну а то, что она перешла, то, что она будет, для меня стало понятно с подписания вот этого просто клоунского договора о признании двух раковых опухолей на теле Украины государствами. И стало понятно, что вопрос откровенной агрессии – это вопрос буквально нескольких, ну, может быть, дней. Оказалось, что это вопрос нескольких часов. Всё оказалось быстрее. Ну вот, а потом вот эта война и всё, что последовало за ней, было настолько быстро, что если ты думал, ну, ещё неделю мы, может, уедем, то когда стали захлопываться вот эти окошки, когда стало уменьшаться вот это поле свободы, то стало понятно, что надо уже бежать, не уезжать, не эмигрировать, не… Вот смотрите, я просто уехал в ситуации, когда схватил первый попавшийся чемодан и ещё не все даже вещи необходимые взял с собой. Это их потом мне, их там, друзья там сюда привозили. А так я просто схватил, что есть. И потому что самолёт, я понял, я успел купить билет на самолёт, и через два часа я должен был быть уже в аэропорту. Ещё надо было успеть сдать ПЦР, поскольку не пускали, да, на борт без ПЦР. То есть надо было сделать очень много вещей непосредственно перед полётом, и не было ни до размышлений. Поэтому, по сути, это было бегство, да, но идея уехать, она была давно. То есть она такая была, жила в мозгу, и было понятно, что война, она как-то вот подтолкнёт. Но когда именно было? Просто всё случилось внезапно. Ну да, для многих всё случилось внезапно. Что подвигло вас, как там сказано у Булгакова, что подвигло вас написать твит на эту скользкую тему? Простите, не твит в Фейсбуке. Да, ну опять же, да, ты даже находишься, как ты, за границей, то всё равно желательно не нарушать законы, да, там, если уж какие бы они ни были, да. И если ты понимаешь, что, опять же, любое упоминание нынешней ситуации, нынешних действий армии могут трактовать как, опять же, очернение, то никто не запрещает писать исторические деминесценции и просто писать об исторических фактах. И события в Буче, они стали таким, ну, мотиватором, желанием. Ну, я написал, что да, война, она такая, в войне страна, которая ведёт, которая является оккупантом, она, да, делает вот такие войска, оккупационные войска, да, они обычно рассматривают чужую территорию и имущество этой чужой территории как трофей и как поле, где можно брать трофей. Так было всегда, так было и в Древнем Риме, так было и в Греции, так было и на Востоке, так было в Советском Союзе и так сейчас. Ничего не поменялось, да. То есть из Афганистана тоже везли и магнитофоны, и видеомагнитофоны, и технику. Советские войска в 89-м году, покидая Афганистан. То есть, да, всё это было, и в 45-м вывозили, кто чем, да, кто телегами, кто вагонами, кто составами, у кого на что возможности были. Идея была, ну, то есть вот реагировать, ну, этот пост был реакцией на все эти сообщения из Бучи, вот как-то так. Но опять же, это был в данном случае рассказ рассказ об исторических событиях, которые документально подтверждены. Не было никакого желания, честное слово, да, вот я вам скажу, не было желания не провоцировать следственные органы, тем более их возбуждать, не было желания вызвать какой-то хайп. Я просто написал своё мнение, ну, как у меня, я вообще считаю, что у меня есть более скандальные, потенциально скандальные заявления, а это я считал очень вегетарианским постом, который просто рассказывает об исторических событиях, которые были пережёваны и оценены, и рассказаны много раз. Во фильмах, в документальных картинах, в учебниках, в интернете, да где угодно. Не было желания вызвать такую волну. Вот, слава говоря, об исторических событиях, я, если можно, несколько просто цитат зачитаю. Ну, во-первых, я зачитаю цитату из моего любимого Виктора Суворова, которую я здесь не раз вспоминала, из его прекрасной книги «Беру свои слова обратно». Участник трёх государственных переворотов, это он Ажукови, душегуб, перестрелявший ему помрачительное число людей без суда и следствия, военный преступник, подписавший приказ расстреливать семьи попавших в плен красноармейцев и командиров, вор, мародёр и многожёнец, самый кровавый полководец в истории человечества. Вот если в гугле задать сёч по Жукову, то на слово Жуков и дальше маленькое м сначала вылезает Жуков-мародёр, а потом только выезжает Жуков-маршалл. Следует за ним, следует Жуков-мясник. И чтобы уж докончить тему, я думаю, что нашим слушателям будет интересно, вот, например, телеграмму Булганину товарищу Сталину от 33 августа 1946 года. В Ягодинской таможне вблизи города Ковеля задержано семь вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову. А вот доклад совершенно секретно товарищу Сталину. Это вот как раз знаменитый обыск, проведённый Абакумовым на даче Жукову. Шерстяных тканей, шёлка, парчи, панбархата и других материалов всего свыше 4000 метров. Мехов собольев, обезьянных, лисих, котиковых, каракульчивых, каракулевых всего 323 шкуры. Шевро высшего качества 35 кож, дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов и домов Германии. 44 штуки, ценных картин классической живописи 55, аккордеонов 8, уникальных охотничьих ружей 20, ну дальше там бриллианты и всё остальное. Я обращу внимание, откуда я это беру цитату, я беру цитату, я специально, тут есть много, я могла бы взять с украинского сайта, но я беру цитату из статьи, опубликованной на Rambler News, ну то есть, ну только что неупригожено, на Rambler News, представляете, 6 декабря 2021 года. А, Равшан, вот буквально от статьи про мародёрство Жукова, опубликованной с гораздо большими, чем ваши подробностями, а на пророссийском, ну я уж не знаю, там, кандовом ватном сайте, до вашего поста прошло, ну, несколько месяцев. Я понимаю, что мы живём у Орвала. Какое ваше объяснение, что изменилось? Ну как что изменилось? Мы перешли в новую реальность, в которой надо, ввиду того, что нет реальных побед на внешнем фронте, нужно искать внутренних врагов и объяснять, что вот такие люди, такая, так называемая, пятая колонна, она существует и она вредит. Именно они тормозят наше развитие. Тут же всё, понимаете, история, она идёт, как не обидно, да, подтверждается, что по спирали, да. И опять у нас 37-й год, когда мы говорим, да мы бы давно построили наш коммунизм, если бы не эти вредители, если бы не эти иноагенты, если бы не эти шпионы разведок. И понимаете, когда президент страны выступает и говорит, что есть национал-предатели, и народ их выплюнет, как мушку, и ты понимаешь, что, господи, хорошо, что я нахожусь теперь далеко, что меня уже выплюнули, потому что есть уже разрешение объявлять всех, кого ни попадя, врагами народа, практически врагами народа, потому что они чуждые нам элементы. И если это раньше, ну, Жуков, о нём можно было говорить, ну, маршал Победы, да, но всё-таки не икона, то сейчас в результате войны, в ходе войны, мы имеем икону неприкосновенную, её нельзя трогать, это прикосновение к ней своими грязными руками и попытка копаться в правде, это приравнивается к предательству, к очернению образа. Ну, потому что, ну, смотрите, у страны не остаётся ничего святого в прямом смысле, да, вот чем можно гордиться. Есть события 45-го года, и там икона Жуков, и события 61-го года, икона Гагарин. И та, и другая, и тот, и другой, это персонажи, на которые нужно молиться. И в этой ситуации, когда идёт война, и мы все считаем Жукова непогрешимым героем, на него бросать тень, это практически... Ну, это последний наш довод, последний наш аргумент, последний, чему мы можем гордиться в военной истории, и тут нам говорят, что... Да и кто говорит, да, то есть человек, который эмигрировал, уже уехал, он нам говорит, что это маршал, не маршал Победы, а обычный, закомплексованный, выросший в бедной семье человек, который дорвался до богатства, и среди похищенных им вещей была даже, как это ни смешно, стиральная машина, это одна из первых электрических стиральных машин, а стиральная машина, похищенная с Украины, это же мем вообще, да, то есть здесь, если бы я еще написал, что он украл стиральную машину из Германии, то здесь точно сказали, вот вы перекидываете этот мостик из из 2022-го в 1945-е, поэтому... Это только преемственность российской армии, со стиральной машинами. и получается, что тогда у нас не георгиевская ленточка преемственная, то есть от ордена Георгия, утвержденного Екатерины, через орден славы сюда, а стиральная машина является преемственностью, такой, передающей, такой, эстафетной палочкой от славы 1945-го до 2022-го. Поэтому я думаю, что да, здесь получился, конечно, эффект Барбары Стрейзанд, когда, желая прикрыть один маленький позор, вы раскрываете большой, и тут же все оказываются замешаны, да, то есть и этот Рамблер, и фильм Маршал Авантюрист, который снят был о Жукове, и все, кто писал об этом, то есть все получаются замараны неожиданно, хотя, казалось бы, хотели небольшой, просто выпороть одного человека, который, более-менее там появляется в известной передаче, давайте мы его выпорим публично, чтобы все поняли, а выяснилось, что когда вы заголели зад, чтобы выпороть меня, то выпороли, и вскрылся большой позор, ну, как бы еще больше позор, поэтому мне кажется, что здесь они сильно ошиблись, ну, как бы страна троечников, да, ведь Путинская Россия это практически страна троечников, где всегда косячат в самых таких неожиданных местах, казалось бы, просто чуть-чуть бы внимательности и чуть-чуть бы знаний, и вы бы не накосячили, но вы тогда хотите наказать человека за его, как бы, как вы говорите, клеветнический пост, ну, поверьте, он же все-таки, ну, 50 лет человек, он не придумывает, наверное, откуда-то он это взял, в конце концов, есть Google, да, есть ваш Rambler любимый, есть Яндекс, Яху, где угодно, ну, в любом поисковике, ну, вбейте, ну, проверьте вы это, и может быть, вы найдете какой-нибудь другой пост, за которым можно схватиться, ну, как-то, я думаю, что это просто не профессионализм людей, которые этим занимаются, ну, просто желание быть святее Папы Римского, что, потому что, я же знаю, меня вот удивило, что вроде бы это подает Государственный исторический музей, то есть на сайте СК написано, что это исторический музей, но неужели в историческом музее нет ни одного приличного специалиста, который мог бы сказать, а что нового в этом посте мы узнали о человеке, памятник которому он стоит рядом с нашим зданием, что нового мы узнали, и мне кажется, что, возможно, это были даже не исторические музеи, а какие-то другие люди, которые прикрывали, связи этим заведениям, этим учреждениям, подавали иск. Я не знаю, но меня, честно говоря, уже мало волнует, потому что этот иск, это для меня, ну, как диагноз общества. Оно больно, больно неизлечимо, и я правильно сделал, что уехал. Все, что я могу сказать. А раньше были какие-то наезды на вас со стороны государства, какие-то проблемы? Я бы не сказал со стороны государства, я бы сказал со стороны очень бдительных граждан, что, в принципе, тоже давала мне возможность понять, что, ну, долго в России жить невозможно, потому что она готовит, ее готовят. Вот правильно Муратов говорил в своей Мобелевской речи, что активно продается народу и стране идея войны, потому что все эти можем повторить, все вот эти, эта гордость в нашем военном прошлом, она приводит к тому, что люди не видят ничего другого, и любая попытка посмотреть на ваше, на наше, на их, на свое, историческое, как нам рассказывают, прошлое, под критическим углом и спросить, а так ли это было на самом деле, вызывает бурю негодования и желание написать донос. Сразу донос. Знаете, как Давлаков говорил, да, конечно, Сталин преступник, да кто написал 4 миллиона доносов. Тут я, ну, года два или три назад, когда мне действительно пришли, сказали, что на мое заявление о том, что Петр Первый был, по сути, ну, никаким не благодетелем, а палачом собственного народа и построил Санкт-Петербург в самом неподходящем месте, сгубив огромное количество людей ради своих имперских амбиций, я назвал его палачом, и непонятно, почему мы восхищаемся Петром Первым, но он писали донос, какая-то женщина, мне показали, что она написала донос, что вот человек очерняет нашу историю, давайте, следственные органы, займитесь этим человеком. Ну, и, кстати, тогда была проведена проверка, как мне показали, и сказали, что нет никаких, никакого экстремизма в объявлении, в назывании царя Петра Первого, императора всероссийского, палачом и убития, нет, это нормально, ну, человек может так назвать, и все. нравится эта история с Пушкиным, когда на него написали донос из Синода, знаете, про въезд, ну, история про, как в Евгении Нигина описывается, въезд Татьяны в Москву, и когда он, там потрясающая эта сцена, когда он перечисляет все, что она видит, и просто вот быстро, там, вот, все, что она видит, там, дворники, там, балконы, львы на воротах, и стаи галок на крестах, вот, она это едет, и ты чувствуешь, вазок едет, и вот девушка такая из провинции смотрит, в ее глазах все это отражается, вот, и Синод написал жалобу Бенкендору на Пушкину, что Александр Сергеевич позволил себе оскорбить символ веры, что такое стаи галок на крестах, на эти кресты, что же Александр Сергеевич хочет сказать, что можно гадить на символ веры, ну, на что Бенкендор вызвал Пушкина, показал, не знаю, это байка или нет, но, как бы, я читал об этом, и в сборнике, то ли исторических, там, байк, анекдот, и он, Пушкин сказал, да, Александр Христофор, да вы в окно гляньте, вот посмотрите, что там у вас, он смотрит действительно кресты, и на них сидят птицы, я пишу все, что вижу, какие претензии ко мне, и, ну, да, Бенкендор отпустил, естественно, и дал Синоду, указал на то, что вы сами разобрались, у вас действительно сидят галки, чем Пушкин-то виноват, он пишет то, что видит, может он вам указал на то, чем надо бороться, чтобы вы сделали так, чтобы галки не сидели на крестах, и не гадили, поэтому и на Медный усадник писали, и на Евгения Негина, у людей написать донос, я не знаю, вот как-то, я не выгодно, что это чисто российское, то есть, это, видимо, но это чисто человеческая такая, мелкого человека, а вот, напишу-ка я, буду, прослыву-ка я более таким правильным, может быть, я что-то получу за это, но вот желательно на какого-то известного человека, не просто на соседа, на соседа тоже можно, все-таки, извините, да, во Фландрии во времена Инквизиции писали доносы просто для того, чтобы доносившие на еретика, получал часть его имущества, а здесь я напишу и прослыву верноподданным, хорошим, и еще большим патриотом, вот эта вся история, она мне, мне всегда не нравилось быть патриотом, и быть святее Папа Римского, поэтому я считаю, что любить Родину нужно, ну, любовь в Родине, как любовь к женщине, должна быть интимной, вы же не занимаетесь сексом на Красной площади с любимой девушкой, и Родину надо любить, если вы ее любите, тихо, а не размахивая ракетами на границах соседей, это как просто показывать член в окно и говорить у меня выше и больше, ну, мне кажется, это несколько неприлично, любить Родину с помощью ракет, но это вызывает вот желание написать донос. А что была, кто была эта женщина бдительная, которая написала донос на бедного садника? Я не знаю, судя по тому, что мне показали, там было написано, что я не помню ее фамилию, слава богу, зачем, я вот, она писала, что она больна, у нее рак мозга, и она вот, ну, она патриот, я не знаю, это две связанные вещи или нет, да, вот диагноз и ее заявление, но она вот хочет сообщить, что вот она, она оскорблена до глубины души, что, но при этом, понимаете, она зашла ко мне на страницу, она же нашла мой фейсбук, она зашла ко мне на страницу, она это прочитала, она сделала какие-то выводы для себя, то есть, я же пишу в фейсбуке, на своей странице, ну, это как бы не СМИ в любом случае, то есть, если тебе не нравится что-то, ну, заблокируй и не ходи туда, ну, там, в крайнем случае, ну, выплесни на меня свою ненависть, скажи, вы подонок, негодяй, подлец, я вас знать не знаю, заблокирую и больше не ходи, вы мне противны, там, я три дня гонялась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны, можно это сделать, но зачем писать донос, вот это, то есть, подспудно, человек больной, раком мозга, и понимающий, что он скоро умрет, он хочет потащить за собой еще кого-то, вот эта история, она тоже какая-то клиническая картина общества, понимаете, это болезнь не одного человека, это болезнь всего общества, вот что неприятно и что страшно становится, мы никуда не продвинулись, мы остались на уровне 37-го года, нам по-прежнему хочется, чтобы были доносы, чтобы выходить на улицу с плакатами, расстрелять, как бешеных собак, вот правда не знаю, сейчас вас с таким плакатом тоже заметут, как с плакатом нет войне, но я не знаю, но хотя нет, в Лужниках же устраивали Ольгию, смотря кого надо расстреливать, это если нацистов, украинских как бешеных собак, так можете сразу выступать на первом телеканале, и вам дадут эту самую ленточку буквы ЗЮ, да, ну вот, наверное, да, но я как бы не, ну я сейчас сам, я же сейчас сам, как бы реабилитирую нацизм, тем, что говорю общеизвестные факты о маршале, конечно, можно сказать, что да, это дело было на руку Сталину, который боролся с военачальниками, имеющими сумасшедший авторитет, ну, страна выиграла войну, и у военачальников сумасшедший авторитет, они герои, конечно же, военные могут эту штатскую штафирку скинуть и самим стать, да, нужно было как-то очернить, возможно, ну ребята, вы же, это же не придуманные дела, не сфабрикованные, они действительно были, вы действительно возили все это вагонами, потому что, и это понятно, у вас было бедное, нищее детство и юность, и зрелость в стране, в которой ничего нет, в которой первым делом самолеты, это отвратительная песня, когда первым делом самолеты, а девушки потом, нифига, девушки сперва, а потом самолеты, тракторы и все остальное, люди выросли в сознании, что первым делом самолеты, вдруг они получают, они видят стиральные машины, они видят шелковое белье, они видят, и думают, теперь-то мы можем это взять просто на правах победителя, и это история о том, что бедные, закомплексованные люди впервые, ну, ворвались в такой богатый магазин, взяли оттуда все, ну, и дали повод диктатору расправиться с очень популярным, и Жукова же тогда понизили с главкома сухопутных войск до командующего военным округом в Одессе, и фильм ликвидация как раз-таки начинает с того, что Жуков приезжает в Одессу, они говорят, почему он приезжает в Одессу, прославленный маршал вдруг, руководит одним из округов, а потом его на Урал отправили, уральским округом, потому что его ссылали подальше, подальше, да, вот как бы, это, знаете, вот вы сейчас говорили про Атаманскую империю, ведь тоже была у султанов, у них было, с одной стороны, много детей, мальчиков, это для того, чтобы династия не прервалась, а с другой стороны, много мальчиков, они же перегрызутся, и тогда оставался в столице главный, тот наследник, остальных отправляли подальше, подальше в провинции, и чем дальше, тем лучше, потому что, почему дальняя провинция, пока он поднимет, соберет войска, поднимет армию, идти захватывать власть, мы успеем сто раз собраться, и дать ему отход, то есть в данном случае тоже, вот прославленный маршал, давайте мы его разжалуем, отправим, и в Одессу там далеко, а еще дальше, еще лучше на Урал, вот пусть там и сидит, потому что он очень популярен, да, но, и поэтому, все это правда, почему сейчас, я вам сказал, видимо, почему, потому что нужно взять, более-менее популярного, раскрученного на телевидении человека, из очень популярной, очень крутой передачи, которая является символом страны, и свести, вот что сказал скандального этот человек, о популярнейшем человеке, о популярнейшем персонаже, скрестить, получим этот коктейль, а дальше люди не будут разбираться, правда это или нет, главное сказать, там главное кукарекать, а там хоть не расцветай, и все, ложечки найдутся, осадочек останется, и останется, что нашего великого маршала победы пытались шельмовать, хотя такой задачи не стояло, а изначально, все, что надо было шельмовать, уже было сделано. Самое страшное в Жукове, конечно, не то, что он был мародер, а то, что он тратил, Красную Армию тратил солдат, как пушечное мясо, в количествах, не имеющих параллели в истории, и что он при этом был популярен, это действительно говорит многое о причинах человеческой популярности, но мы сейчас это не будем обсуждать, а у меня два практических вопроса. Первый очень простой, на вас после этого уголовного дела как-то выходили, что-то предлагали, аккуратно звонили. Кто? Нет. Какие-нибудь посредники, типа, опубликуй пост, перевяжи его коричнево-оранжевой ленточкой, и мы снимем уголовное дело. А, нет, слава богу, нет, нет. Ну, я думаю, это, да и не делали бы, потому что, наверное, ну, как бы я бы точно не согласился, я и, видимо, знают, что бы не согласился, потому что в нашем, в их деле, главное, знать своего клиента. Да, то есть, они же просмотрели, они понимали, что по всем моим постам я довольно непримиримую позицию занимаю всегда по отношению к войне, я не понимаю, как можно ради каких-то целей, как так называемых, вот я ненавижу вот это выражение, национальные цели, у меня нет национальных целей, понимаете, у меня есть одна, у меня нет национальных интересов, у меня один национальный интерес, чтобы мои дети были живы, здоровы, счастливы, у меня есть национальный интерес получать удовольствие от жизни, и когда вы говорите, что через мою гостиную и спальню проходит линия национальных интересов страны, и поэтому мы сейчас будем херачить ее ракетами, то я сомневаюсь, что вы хотите защитить мои национальные интересы, я этого не понимаю, вот, поэтому, ну, вряд ли бы мне что-нибудь предложили, вряд ли бы я согласился, понимаете, у меня однажды был случай, когда, я себе дал слово, что я в Крым не поеду, да, после 2014 года, и когда мне позвонили, предложили очень такую выгодную работу в Крыму, там, раз, поехать, там, провести корпоративные мероприятия, они говорят, ну, все, я говорю, да, отлично, наверное, да, а где, они говорят, это будет в Симферополе, да, я говорю, да, возможно, это миллиард долларов, они говорят, как, так, миллиард долларов, вы мне пойти, миллиард долларов, я еду, проводить, они говорят, как, вы понимаете, если я поеду туда, я придам, продам себя как-то, себя хочется продать очень дорого, возможно, 30 серебряников, да, хочется как-то за миллиард, он говорит, ну, вы же понимаете, я понимаю, именно потому, что у вас нет такой суммы, я как бы, подстрахуюсь и говорю, что да, понятно, что вы ее не даете, я, я чистый перед вами, перед собой, я назвал сумму, за которую можно купить, ну, как бы, да, вы знаете, как, эта история про Бернадо Шоу, и английскую королеву, которая сказала, что, мистер Шоу, вы сказали, что вся женщина продажная, и я тоже, да, вы же женщина, ну, и какова моя цена, ну, там, 150 фунтов, она говорит, а что так мало, вот, вот видите, ваш личный, вот вы уже торгуетесь, да, вот вы уже торгуетесь, да, я тоже продажный, конечно, но я поставлю цену, я не могу сказать, что я не продаю, любую вещь, ну, как бы, нет человека, который бы сказал бы, я, там, честный и не продаюсь, нет, я продаюсь, но есть цена, да, скажем, всегда же можно, вот я, когда мне говорят, вы берете взятки, я говорю, нет, ну, потому что мне пока еще не предлагали, такую взятку, которую я могу продать, наверное, да, но вы предложите мне, это предложение, или просто вопрос, вы предложите, за что и сколько, и мы подумаем, так что, нет, пока не предлагали, но я точно не могу, не смогу написать ничего, что поддерживало бы войну, и что поддерживало бы убийство мирных людей, не бывает войны, в которой, знаете, это у нас высокоточное оружие, мы убиваем, уничтожаем только инфраструктуру, это неправда, это ложь, это самоуспокоение убийц, и тех, кто их поддерживает, в любой войне убивают солдат, а не чьи-то мужья, чьи-то отцы, братья, любимые, ну, в общем, это ужасно, поэтому я, как отец двух сыновей, никогда в жизни не признаю возможным, тем более в 21 веке, решение чего-либо военным бытом. Равшан, вы уже отвечали на этот вопрос, но тем не менее, я его специально еще раз задам для пущей выделенности, потому что у нас все-таки не что, где, когда, и можно задавать тот вопрос, ответ на который уже прозвучал. Почему выбрали именно вас? Как вы это себе объясняете? Ну, вот тут куча народа. Ну, ваша покорная слуга, я не нарываюсь на угол. А? Почему только меня? А вы имеете в виду в вопросе с Жуковым? Нет, почему завели уголовное дело о клевете и релебитации нацизма именно на вас, потому что, ну, куча народа про того же самого Жукова и про Бучу говорила гораздо более страшные вещи. Ну, это самое последнее, видимо, потому что, я же говорю, они же не будут так пролистывать назад, да? То есть, если вы писали, это было, видимо, явно раньше начала военных действий. И вот то, что вот цитату вы привели, она 6 декабря 21 года, а тут апрель, тут апрель 22-го, все еще горячо, все еще дымится, еще трупы не остыли в Гуча, а вы... Прекрасный повод. То есть, это самое свежее, самое яркое, ну, оно сейчас, оно вот... Мы не копаемся давно, а то нам скажут, закон не имеет обратной силы, а это вот написано об этом человеке, об этом персонаже историческом, написано после принятия закона о фейках, о российской армии. Хотя там ни слова нет, о российской армии, кстати. Вот. И о реабилитации нацизма, да? Как я не понимаю, если я говорю, что человек совершал неблаговидный поступок, он... Почему он... Как это реабилитирует нацизм? Вот. Я видел фотографию, ну, знаменитую фотографию установки знамени Егора Маконтария над Эйвстагом. Она же ретушированная, потому что там на руках... Да-да, там часики у него на руках. Я не помню, а в одном из двух экземпляров, там иногда бывало несколько. Да, потому что, ну, люди как бы брали эти часы как трофеи, ну, а куда? Не в кармашево, ну, на руку ей надевали. Вот. Поэтому, ну, об этом... Вот, если написать об этом, скажут, ага, вот реабилитация нацизма. Хотя где там реабилитация? Если я говорю, что человек, герой Советского Союза, ну, совершил некий неблаговидный поступок, это не является автоматически... Я не говорю, при этом не получается, что человек победил, там, вермахт, но при этом он совершил неблаговидный поступок. Это не означает, но автоматически считал, ну, вермахт, это же просто ребята, это байскауты просто, тимуровцы Третьего Рейха. Это же не является оправданием. Ну, эти делали ровно то же, но на оккупированной Советской территории. Ровно то же. И об этом тоже сказано и написано. Просто когда-то ставили знак равенства между солдатом Красной Армии Германии и солдатом нацистской Германии в Советском Союзе, да, это не является реабилитацией нацизма. Это максимум, можно сказать, что это какая-то, ну, не в очень хорошем свете вы представляете свою, ну, армию Советскую, даже это не наша, не наша армия, это армия другого государства, уже не существующего, советского. Но это не является оправданием никак, никак не является реабилитацией. Если, я говорю, что вот, вы бьете жену, и я говорю, так Вася тоже бьет жену, это же не означает, что это меня как-то оправдывает. Нет, Вася, конечно, негодяй по-своему, что он бьет жену, но это не делает меня лучше. То есть, если он поставил ей два синяка, а я один, это никак не делает меня лучше в два раза, чем он, потому что, ну, мы оба поставили женщине и синяки, и мы негодяи в этом смысле. Поэтому я не знаю, где там реабилитация, где там клевета, где там неправда. То есть, по всем статьям нет состава преступления, но надо быть полным идиотом, чтобы сейчас вернуться в Россию после этого и пытаться доказывать в российском суде свою правоту. Что вы не верблюд. Да, это вообще невозможно. Это страна, в которой человек сидит уже в тюрьме, а к нему приезжает выездная какая-то тройка и говорит, да еще 9 лет дает. Это довольно странно. Знаете, правосудие на вынос. Вам с собой завернуть и нам, пожалуйста, 9 лет на вынос, а приведите и дайте. Как в Макдональдсе, и это очень странно. Там картошку фри 9 лет. Тем не менее, просто дело в том, что вы перед этим отвечали на этот вопрос немножко другим способом или я, может быть, неправильно сформулирована. Потому что, когда я спросила, почему именно вас, а не кого-то другого, вы как раз говорили о том, что вас выбрали ровно потому, что вы слишком известны, слишком знамениты. Это вот, условно говоря, нет, это Юлия Латынина, на ней уже крест поставлен. Она там вот, у нее есть, это пятая колонна, для которой она вещает. И все понятно, национал-предательница. А Равшан Аскеров, он на Первом канале, он что, где, когда, миллионы смотрят. Вот давайте мы его... Да, 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 вот смотрите, Юлия Латынина, это все-таки интернет, это все-таки YouTube, это, ну, интернет есть не у всех. А Равшан Аскеров... Ой, в Москве было покойное. Да, кто его, кто этих брехунов слушал, да? Да, ну теперь-то уж кто. Ну, смотри, какая-то такая. А как он в слове говорил, два процента говна, да? Вот. А это же первый канал, это передача из правильного... Более того, вот вы говорите, да? Что, где, когда? Все знают эту передачу. Вы говорите, Равшан Аскеров, обладатель хрустальной совы. Все знают. То есть тут не надо пять раз объяснять, кто этот человек, да? То есть, даже если вы его в лицо не знаете, вы знаете, откуда этот человек. И вы понимаете, что мы против этого человека, который, там, обладатель хрустальной совы, популярнейший передачи. Если мы его сейчас будем пороть за это, вы представляете, что мы с вами сделаем? Знаете, как, а в том знаменитом анекдоте, когда генерал приходит в кабинет лейтенанта КГБ. Он приходит, генерал, этот, военный, ну, скажем так, генерал артиллерии, приходит в кабинет лейтенанта КГБ. И тот на него не обращать внимания и пишет, он говорит, здравствуйте, он не обращает внимания. Послушайте, говорит, я боевой генерал, что вы себе позволяете? Он говорит, идите сюда. Он говорит, посмотрите, говорит, какой, говорит, вы генерал, посмотрите в окно. В кого вы видите на улице? Людей. Нет, это не люди. Это подозреваемые. А вот те, кто в этом кабинете, ну, вообще пиздец. Так что, вот, хотят, они не говорят, вы видите этих людей с телевизора, с первого канала? Вот их мы даже жалеть не будем. А вам, так вообще, поэтому сидите, не чирикайте, заткнитесь и там, не выделывайтесь, товарищ Иванов, слушайте свою любимую песню «Валенки». Вот, поэтому это же просто показательно, чтобы дать понять, что люди вроде бы умные, из умной передачи, но мы их тоже будем бить. Вот, ну, там, Максиму Галкину, это же не фигура равная Галкину, тем не менее, все же Максиму Галкину прилетает обвинение за то, что он часть гонорара обещал перечислить, там, или перечислил в Украине. Это тоже ему прилетает. Вот, поэтому здесь вот, а он тоже, фигура там известная, да, еще более известная, чем я, но на него пока дело не завели, но дали понять, пока не заводим, но вообще имейте в виду. Ну, на Белоцерковскую завели. Так что... Ну, есть известная история, сейчас я боюсь ошибиться, но вы меня, как знаток, поправите. По-моему, это была рекомендация финского тирана Песестрата к какому-то другому тирану, когда, прогуливаясь вместе с его сыном по полю в ответ на вопрос, что надо делать, он начал своей палкой сбивать те цветы, которые росли выше других. А, чтобы равняться. Да. Вот что надо делать для того, чтобы тебе правильно править. Но поскольку мне эта аналогия пришла только что, то я боюсь, что я чуть-чуть неправильно процитировала Геродота, я помню, что сбивались цветы, а какой был тиран, не помню. Я тоже не совру, может быть, и про Песестрат. Но Песестрат, кстати, вот Песестрата нам преподносят по-разному, да, вроде бы Терансио, но тем не менее, он там, по его указанию, была там, Илиада и Одиссея были там переписаны. Записаны. Да, записаны. То есть, но это как бы не оправдывает все плохого, что он сделал. Поэтому мы можем и должны говорить о людях, люди все разноплановые, многогранные, не бывает только хороших и только плохих. Поэтому, если ты говоришь о маршале Победе, для кого-то он маршал Победы, для кого-то он человек, подписавший указ или приказ отправить его сына, там, брата, мужа неоправданную атаку, а для кого-то он просто человек, ограбивший его родственников и вывезший их семейные колье и ожерелье, я не знаю, все что угодно. Поэтому люди, они разные и надо к ним относиться по-разному. А у нас же пытаются именно уравнять всех. История должна быть такая, черная и белая, оранжевая и черная полоса, две полосы, других нет. А что делают сейчас другие игроки в студии? Когда от своих собратьев вы какие-то сигналы стали получать? Кто-то вам звонил, кто-то говорил, что это безобразие, кто-то наоборот испугался и перестал поддерживать связь? Смотрите, есть люди, которые мне звонят буквально сегодня. Это было забавно. Я не буду говорить, кто-то, просто человек позвонил и сказал, причем не на мой телефон, а на телефон сына. А я говорю, почему не на мой? Я не хочу светиться, что я с тобой поддерживаю отношения. Мне на работе сказали, что это да ладно, вот я не хочу, вот поэтому не надо мне звонить напрямую. Я вот там через, я говорю, ну хорошо, можно и так, но в основном дело даже не в том, люди играют в игру или не играют. У меня же очень много знакомых вообще не связано с этим. Но это вот единственное, вот я хочу сказать, это единственный случай за все это время, когда только один человек мне вот не хотел со мной, как бы хотел разговаривать, но не напрямую. Давай, ты мне не звони, я буду звонить на телефон от жены твоей, на телефон твоего сына и там вот так. А остальные писали, звонили в запрещенный Facebook, в запрещенный Instagram, по WhatsApp незапрещенному пока звонили, писали, поддерживали. Ну, разные люди же, совершенно разные люди. И неважно, играют они в это или нет, я их не делю по этому критерию. Потому что есть люди, которые играют там, но они активно поддерживают режим и считают, что все правильно. Есть люди, которые там не играют и считают, что это неправильно поддерживать режим. Если ты принадлежишь к той или иной как бы категории людей, это не значит, что ты, ну, нельзя сказать, что все 100% актеров, они, как Толчак говорил, да, как проститутки в любом обществе стоят. Есть люди, как Калягин, которые, ну, просто уничтожают свою репутацию, или как бояков, да, которые просписываются, признаются в любви к режиму и власти. Вот. А есть люди, есть как Машков, которые вешают эту зю на фасаде. Мне просто хочется, знаете, мне хочется дожить для того, чтобы просто из любопытства посмотреть, что они будут говорить потом. то, что они сейчас в 1939 году вешают это у себя на фасаде. Мне хочется посмотреть, что они скажут в 1945. Просто мне интересно на это посмотреть, потому что, ну, это кончится, любая война кончается, и что вы будете делать потом, что вы потом скажете. Вот. А есть такие, как Дуренков, на которых наезжают, да, вот, и Калягин через это убивает себя, как мне кажется. ну, тебе 80 лет. Но ты думаешь, может быть, лучше, если бы ты умер. Нельзя так, говорить, но, может быть, лучше бы он умер, и мы бы об этом не думали. Вот. Потому что потом становится как-то стыдно за себя. То есть ты, а мне же этот человек нравился, я же, я же любил этого человека, а он, оказывается, мы же так смотрели, там, кто-то, да, можно сказать, Машкова, Гоцмана его, а потом раз, выясняется, что оказался наш отец не отцом, а сука. Ну, в общем, как-то так. Ну, опять же, это с моей точки зрения, да, вот с точки зрения того же Машкова, это я, сука, подонок, предатель, сбежал, бросил страну в тяжелый момент. Надо же было быть с родиной, вот, а ты вот... А что вы, ну, во-первых, у вас все-таки родина Азербайджана, а что вы теперь будете делать? Все-таки вы оказались, у вас был приличный модус операнди, привычная среда, привычное занятие обитания. В общем, вам не 20 лет оказаться внезапно в совсем другом месте. Как вы теперь существуете, на что вы будете жить, что вы будете делать? Я считаю, что для человека с головой, если он действительно с головой, если он действительно с мозгами, он всегда найдет способ прокормить себя и свою семью. Да, действительно, с одной стороны, в 50 лет тебе сложнее, чем в 20, с другой, потому что у тебя есть семья, у тебя есть какие-то привычки, к которым ты жил, и ты вдруг отрываешься. С другой стороны, в 50 лет есть плюс, что ты уже однажды это проходил, у тебя есть какой-то опыт, у тебя есть связи, у тебя есть умения, которых не было в 20 лет. Тут как бы я вот эти, знаете, весы уравновесил. Здесь опыт, здесь усталость, эмоциональная, физическая и прочее. Но в целом, я думаю, что вполне, опять же, опять же, с мозгами, пусть доказывает, что у него есть мозги, пусть он докажет, вот я в данном случае, должен сам себе, своим детям, жене, семье, доказать, что да, я что-то могу, наверное, я чему-то научился в эти годы. Хотя, конечно, тяжело, но я не считаю, слушай, я не думаю, что меня надо жалеть по той причине, что есть люди, которые остались без дома, потому что в них прилетела российская ракета. Есть люди, которые сейчас, у меня есть подприятель, он живет в Украине, в Киеве, Итыгин, Володя Итыгин, он с первого дня ведет дневник в Фейсбуке. Это, я начал, я читал, мы как бы с ним общались, он приезжал в Баку, я приезжал в Киеве, он, его жена, его маленькая, пятилетняя дочь Мия, и он пишет просто день, первый день, второй день, вот день 80-й, он пишет о войне, это практически, там простые слова, как он уходит в бомбоубежище, как его маленькая дочь реагирует с первой дни на вой сиреной, потом, как она игрушки, к игрушкам относится, как меняет ее отношение, это реально приговор, там нет никаких вообще эмоциональных, наверное, резких эмоциональных всплесков, там просто рассказывается жизнь человека, который вынужден эвакуироваться, нужно уехать из Киева, как он ходит в эти, как он идет в военкомат, записывается на учетах, вот эта история, это практически современный дневник Анны Франк, и где-то на 10-й день я не смог читать это, потому что это ужасно, это практически приговор в войне, человек живет в этом кошмаре, и этот кошмар становится обыденной его жизнью, он привыкает к этому, к этому нельзя привыкать, но он привыкает, потому что, он так живет, он вынужден так жить, потому что из России прилетают ракеты, и это кошмар, и такие вещи нельзя прощать, просто нельзя, потому что ты, сволочь, своими ракетами уничтожаешь миллионы маленьких счастей, Ты их убиваешь, и этим людям не должно быть прощения никогда. Человеку на всех этапах, от того уровня, который дал приказ начать войну, до того человека, который просто нажимает на кнопку или нажимает на этот крючок спусковой, этим людям нельзя прощаться. Просто потому что, ну как, там дети на той стороне, дети, понимаете, и я смотрю на своих и понимаю, что я бы не простил никогда. Я бы перегрызал глотку каждому, кто посмел бы сделать плохо моим детям. Даже не убить, а просто заставить их плакать. Они не имеют на это права. А ты читаешь, человек пишет о войне, как об обыденном. Он встал, почистил зубы, позавтракал, пошел на работу, подписал пять сделок, пообедал, вернулся домой, жена накормила ужином, посмотрели сериал. В этом режиме человек пишет о войне. Вы, блин, понимаете, что происходит? За такое, какая гага. Они не должны даже до суда доходить. Их надо вешать. Знаете, как в моем любимом фильме «Омерзительная восьмерка», когда в финале он говорит, вешать надо только отъявленных. Но отъявленных надо вешать. Так вот, это отъявленные, и их надо вешать. Вот за все то, что происходит, потому что, ну, не должны были с 24 февраля 2022 года дети плакать. Вы никогда не оправдаетесь, что вы несли кому-то мед, убивая... Нельзя защищать одних детей, убивая других детей. Просто это неправильно. Потому что другие дети не хуже этих. Как вообще можно говорить, мы кого-то защищаем, убивая девочку в Одессе? За такое не прощают... Не должно быть прощения, я так считаю. Но это мое такое мнение. Что сейчас происходит с другими игроками, с самой игрой? Извините, что я... Я не знаю. Я не знаю, я... Так я понимаю, что просто очень много людей тоже уехали? Очень много людей отказываются играть? Ну, либо уехали, либо перестали играть и ходить за... Но они в Москве, то есть не уехали. Ну, тут каждый принимает решение по-своему, для себя, понимаете? Нельзя осуждать того, кто остался играть, и это нормально. Потому что, ну, вот, да, вот, мой близкий друг, который играет там... Ну, я просто можно не буду называть имен, потому что я не знаю, может, они не хотят, чтобы их... А он мне сказал, ну, слушай, ну, я согласился играть, потому что мы же никого не убиваем. Я хорошо играю в эту игру, у меня это получается. В этой ситуации я хочу найти отдушину, какой-то ответ на вопрос, что мне делать. И вот час нормальной жизни на экране я играю, получаю удовольствие, забываюсь обо всем, рассказываю другим какие-то истории, и люди узнают что-то интересное и полезное, не связанное с войной. А кто-то может, я не могу, например, да, кто-то не может, как я, и они уезжают, они не участвуют. Я думаю, что то, что игра сохранилась, это хорошо, это правильно, потому что, ну, надо... Ну, не надо, чтобы на первом канале были только ужасные истории. Пусть будет час хороших, добрых историй, это же правильно. Все-таки нельзя нагревать общество, оно лопнет. А так как-то вот, ну, какая-то отдушина, люди вздыхают, потому что, ну, все плачут. Вот мне знакомая, она, она, я все время плачу. И только когда там играю в компьютере, в интернете, что где, когда приложение, или когда иду в какой-нибудь клуб игровой, и там играю, что где, когда, и в разные квизы, я хоть забываю об этом кошмаре. А потом прихожу домой, включаю, и опять это вот, ну, включаю интернет, и опять вот этот кошмар. Есть возможность людям не сойти с ума, просто возможность не сойти с ума и жить какой-то нормальной иллюзией, имитацией нормальной жизни. Вот так, например. Равшан, вы великолепны, и как игроку что где когда, я не могу вам не задать один вопрос, да, вот за него тоже пресс выдается, правда, я боюсь не хрустальной совой, а очередной статьей. Правда, вы наговорили уже тут, знаете, помимо Жукова и еще на пять статей уголовного кодекса. А вопрос такой, почему Путин начал воевать с Украиной? Внимание, вопрос судя. Слушайте, я не сижу у него в голове, я не знаю, чего он. Понимаете, у меня такое ощущение, что люди, очень долго находящиеся вот на такой высоте, люди, которые, там же сумасшедший уровень и ответственности, и возможности, да, то есть человек 22 года, он понимает, что он не знает, а слова нет. У него практически, он все может, он может доставать амфоры, он может учить летать журавлей, он может петь с Полом Маккартни, он может все. Да, вот человек, и вы никогда не поймете, вы не сможете понять, что у него было, потому что вы не можете. Вы можете спеть с Полом Маккартни? Нет. Вы же не можете, вот, захотеть чего-то, попросить чего-то, и вам это выполнят. Потому что, ну, вам скажут, ну как, Юлия, ну это же невозможно. А человек находится 22 года в режиме, когда ему не говорят, да нет, это невозможно, о чем? И что творится у него в голове, вы никогда не сможете понять, никто не сможет понять, потому что в какой-то момент ты переходишь в режим Бога, и понимаешь, да я все могу. Был такой, помните Чурова, с его 146%, да? Однажды, в реальном случае, когда он шел после всех этих историй, выборов, он проходил, и журналист ему задал вопрос, скажите, а вы можете? Он улыбнулся и сказал ему, да я все могу. И потому что, и это еще Чуров, глава избирательной комиссии, да, потому что он может сделать любого человека, чтобы он выиграл нужные проценты, пожалуйста. И вот сейчас, ну человек, который находится столько времени, поэтому нужна сменяемость, в которой, ну, да, человек опускает на землю, говорит, так, так, ты, знаете же эту историю, да, когда римский триумфатор шел, у него триумф, ну, общий. И за ним обязательно шел в самом конце процессии раб и кричал про него самую похабную песенку. Вот, например, про Цезаря кричали, что он подстилка царя Некомеда. Что, может, было бы оскорбителей? Причем даже не факт, что это была правда. Нет, говорят, что правда, потому что, говорит, Некомед же, типа, Цезарь покоряет Некомеда, Некомед же покоряет Цезаря, там вот такая чистушка, и шел еще рядом человек, который говорил, помни, что ты человек, что ты всего лишь человек. Вот нет такого человека, который бы ходил и говорил ему вот эти... Вот институт шуток. На него следственный комитет завозит уголовное дело на такого человека в наше время. Да, а вот институт шуток, да, вот, например, это же дурак, который может говорить правду. Ну, он дурак, ну, что он, он сказал дурак. Понимаете, история, вот, мне всегда нравилась Шико у Дюма, потому что это был вообще, я считаю, лучший персонаж Александра Дюмаца, потому что он мог говорить Генриху Волуа правду. Ему за это ничего бы не было, потому что, ну, я же дурак, что с меня взять? Но при этом это была правда, и он опускал его на землю, говорил, Генрих, ты ошибаешься в Волуа ради ребенка, потому что тебя, под тебя все копают, ты останешься один, у тебя нет наследия. И вот все вот эти истории про шутов, про людей, которые возвращают людей на землю, они делают людьми вот этих правителей. А здесь я не вижу. Вы уже видели, как Нарышкин реагировал? Как Нарышкин говорил. Произошла нежепланированная сдача кавы в прямом эфире у Нарышкина. Да, ну и получается, что вот это, и, и, и. Тут другое интересно. Реакция Путина в этот момент, он же упивался этой власти, он же улыбался, и в этой улыбке было так, вот, все боятся, я могу. Человек может все. Я думаю, что, я не отвечаю, я не говорю, что так оно и есть на самом деле, но ощущение, когда ты 22 года можешь позволить все, то почему бы и нет. Это когда Брежнев себе мог позволить и в Афганистан войска властить, и Олимпиаду проводить. Он тут здесь тоже, я могу провести Олимпиаду, я могу провести чемпионат мира по футболу, я могу, я могу все, в том числе и войну с соседом. А дальше, ну, дальше приходит какое-то отрезвление, когда оно будет, как, насколько дорого. А дальше оказывается, что война – это единственная вещь, на которой можно не все. Вот тут он просчитался. Да, видимо, да. Ну, бывали там успешные войны, да. Но посмотрим, я, честно говоря, хотел бы, чтобы скорее пришло это отрезвление, потому что, ну, невозможно так, это ужасно то, что, конечно, мы и наблюдаем. С другой стороны, в мире всегда происходит локальная война. Мы не знаем, вот вы часто задумывались о том, что тут с Яхуту резали друг друга, о том, что в Йемене происходит, в Саудовской Аравии в Йемене происходит война. Мы же об этом не знаем, потому что это, видимо, где-то далеко. Нет, я могу вам возразить, во-первых, ну, некоторые люди об этом знают, во-вторых, я просто часто вспоминаю слова, которые, ну, тот простой факт, что последние 40 лет жители стран первого и второго мира, но вот не тут, то и Хуци, а всё-таки Европы и окружающих мест, ну, за исключением Югославии, они не встречались, как правило, с ситуацией, ну, в отличие от 14 века. Это, собственно, не я написала, это написал знаменитый Юваль Харари, что вот как-то вот больше это людям не грозит. Им не грозит голод, странам первого мира им не грозит война, и это завоевание цивилизации, и мы как-то это привыкли. И вдруг оказалось, что это не так. Это вообще капитальная вещь. Вообще-то это расизм, чисто я увидел. Почему делить вообще на первый и второй мир, как бы тоже, это странно. А что люди в Йемене или в Африке, они какие-то другие, и у них другие представления о счастье, о любви, о довольстве, о достатке, это же неправильно. Почему вы считаете, что белые люди, они, ну, как бы больше... Во-первых, стоп, во-первых, это речь идет не о белых людях, куча людей, да, например, там в Японии или где-нибудь в Индонезии, они, строго говоря, не белые. А во-вторых, речь идет немножко о том, что у этих людей так устроены государства. В том-то и дело. И вдруг оказалось, что наше государство, Россия, наша с вами, устроена так, как Руанда. Это для нас потрясение, а для Украины величайшая катастрофа, потому что она-то уж точно не заслужила. Она-то была демократическое государство. И вдруг на нее это свалилось. А где же ее... Видимо, так ее плохо защищали остальные демократические государства, которые считали ее своей. И это тоже, со стороны, предательство. И вот сейчас у Бориса Джонсона хватает сил покаяться и сказать, что да, мы были неправы. А остальные как-то все равно себя ведут несколько трусливо. Когда у тебя есть вентиль газовой трубы, ты можешь, наверное, много себе позволить и угрожать, и шантажировать ядерным оружием, газовой трубой. Вот. И они прогибаются, эти западные демократии, да, как получают. И это неприятно, это ужасно. И Украина вынуждена требовать, просить, чтобы наказали это все. Но я говорю, что мы говорим о цивилизации. Такое впечатление, что Африка и Саудовская Аравия – это не цивилизация. Вот Абрамовича в Лондоне лишают бизнеса, выгоняют, заставляют продать Челси. В то же время Нью-Кассел покупает человек, который реально причастен к войне в Саудовской Аравии. И нормально. То есть вот эта история, она вам всегда будет говорить, а как же те, а как же Белград бомбили, а как же… По-английски это называется «вот об аутизм» и «давайте им не заниматься». Вот прямо вычеркнем его, да? Вы только что сами говорили, а вот Вася тоже дал синяк жене. Да, я говорю, это не оправдание. Вот об аутизм не является оправданием тех преступлений, о которых мы говорим. То есть, я сейчас говорю, у меня дом горит, а у него сильнее горит. Ну, значит, я тоже виноват, потому что у меня горит дом, и я его поджег, но я тоже сволочек. Поэтому здесь не является более страшное преступление оправданием твоего. То есть, если убил двух человек, это не меньшее преступление, чем вы, убившие пять. Мы оба убили человека. Начинается с первого убийства. А два, пять, двадцать миллионов – это уже не важно. Дальше уже, как бы, это не статистика, это все равно жизнь. Нельзя говорить, что смерть одного – трагедия, смерть миллионов – статистика. Нет, это не так. На самом деле тоже трагедия. Но она все равно трагедия. Она не в двадцать миллионов раз больше. Она такая же трагедия, как смерть одного. Я в жизни считаю, что такие вещи прощать нельзя. Вот за такое не должно быть прощения никому. Вот это мое убеждение. Не знаю, может быть, кто-то считает, нет, но я живу с таким убеждением, что прощения в этой плоскости не существует. Я тоже на это надеюсь. Равшан, вы великолепны. Спасибо вам огромное. Не знаю, чем дело кончится с уголовным делом, но я надеюсь, что они на этом деле утрутся. Так же, как, впрочем, и на уголовном деле Александра Невзорова и многих других. А я уж не говорю о вот этой эпидемии иностранных агентов, что, впрочем, бледнеет по сравнению с тем, что приходится вытерпеть Мариуполю, Буче и всей Украине. Да, да. То, что происходит Украине, да, это все... Наши все эти беды и страдания, это ничто. Поэтому будем надеяться, что Украина все-таки, ну, выстоит и все будет у них хорошо. И мой приятель... Мы надеемся, что Украина победит. Да, победит, конечно, и что Володя Тыгин, который напишет, какой-то день войны все закончилось, и они смеют вернуться в Киев. А так, хотелось бы, чтобы Украина победила. Я за это. Поскольку за то, чтобы здравый смысл победил. Равшан, спасибо вам огромное. Напоминаю, что у нас в коде доступа во второй его части был Равшан Аскеров, который, как всегда, великолепен, который стал жертвой очередного безумного уголовного дела о реабилитации нацизма за слова о том, что маршал Жруков мародер. А на самом деле ровно потому, что надо на примере очень известных и очень знаменитых показать, что в России начался то ли 1984-1937 год. Равшан, до свидания. До свидания. Всего хорошего. Спасибо всем, кто с нами был. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Напоминаю, что во вторник у нас будет Евгений Чичваркин и Олег Жданов. Напоминаю, что, скорее всего, просто говорю, что в воскресенье я постараюсь вывесить свое большое видео о своей новой книжке про сотворение Бога, если все будет нормально, если у нас это видео встанет и если у нас не случится никаких эксцессов. Так что смотрите и жалуйте. Это важная для меня работа. Я не знаю, будет ли у нас стрим в понедельник или во вторник, но если кому-то не хватило разговора о непосредственно событиях, которые произошли и не произошли на этой неделе, потому что 9 мая все ждали от Путина большой истории, а он только чижика съел и сидел с пледиком, заботливо прикрывавшим коленки и придатки. А тогда слушайте наши стримы с Алексеем Арестовичем и с Русланом Левеевым, соответственно, за четверг. С вами была Юлия Латынина, с вами был Равшан Аскеров во второй части, Даша Воронцова отвечала за техническую часть эфира. Благополучно проспал все самое интересное в кресле. Не забывайте, пожалуйста, на нас подписываться, распространять ссылки на это видео, помогать нам донатами, чтобы нейтрализовать действия троллей и ставить лайки. Видео у нас до сих пор с ограниченной монетизацией, чтобы нам жизнь медом не казалась. Но, ребята, не дождетесь, это называется. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Даша, вы выключили? Я в процессе, Юля, еще не дошла картинка до конца.